На ровном месте асфальт на проезде Рыбозаводском просто ушел под землю. Здесь был серьезный трафик. Во-первых, один выезд на 90 домов, а во-вторых, с Павловского тракта едут покупатели на местную базу. Но чинить не спешат. 8 апреля мы заметили небольшое образование, вот эту яму. А уже к вечеру, 8 апреля, яма была 2 на 2 и глубиной 3 метра. Собственными силами мы поставили вот это ограждение и сообщили в администрацию железнодорожного района, в МЧС и в аварийную водоканала. В МЧС сказали, что проблемой займется аварийная служба водоканала. 16 апреля привезли песок и засыпали яму. По словам жителей, так весь камаз песка вслед за асфальтом ушел под землю. После этого, говорят, местный водоканал от ответственности почему-то отказался. 30-го мне поступил звонок с аварийной водоканала. Нам сказали так. Вы знаете, а это не наша территория. А территория принадлежит вот этому дому. Я говорю, дорога муниципальная по Паловскому тракту может принадлежать. Но вы знаете, мы вам ответить ничего не можем. Дорога, конечно, муниципальная. Судя по кадастровому реестру, яма принадлежит городу. Администрация железнодорожного района этот очевидный факт тоже не отрицала. В официальном ответе заверила жителей, что все уже отремонтировано. Организации ООО «Барнаульский водоканал» 16 апреля выполнены работы по подсыпке песком и щебнем провала на проезжей части. Работы по асфальтированию указанного участка дороги будут выполнены при наступлении благоприятных погодных условий. Благоприятные условия с 16 апреля уже наступали. Но асфальтировать пока никто не собирается. Между тем, провал становится все больше. Провал идет дальше, вот сюда вот. Здесь не было ничего. Да ведь у вас как раз работа базы зависит от того, насколько хорош трафик. То есть у вас постоянно поставка продукции. Постоянно поставка продукции, народ едет за товаром, разгрузка товара и так далее, и так далее. Одно единственное место, где может проехать машина. Сегодня почти затор. У кого-то бизнес, у кого-то дети. Каждый переживает за свое. А если дорога продолжит обрушаться, чего и боятся жители. Ни одна машина, а скорая помощь, например, на проезд рыбозаводской больше не попадет. Андрей Дрейер, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова